Чтобы на эстраде нашей звездануть, надо затымить и грудь. Что касается слуха и голоса, это бонусы. Вот такую эпиграмму на нашу эстраду я написал довольно давно, но мне кажется, она актуальна и остается и сегодня. Однако, какое счастье, что на нашей эстраде есть люди, которые сумеют завоевать всенародную популярность, славу, стать очень знаменитыми только благодаря собственному таланту. Здравствуйте, в эфире программа «Личные вещи». Меня зовут Андрей Максимов, и мы идем к Игорю Николаеву. В какой момент вот этот мальчик стал мечтать о Москве? Какой ответ? Ответ грустный. Там где-то старая мельница крутится вверх... Ну, Наташа, пожалуйста, была вашей женой. Неловко вам об этом напоминать. Старая мельница... Я думаю, что вера в Бога и вера в мистику – это неспоставимый. Вот, у меня на одну личную вещь стало больше. Только любовь никогда... Я хочу сказать нашим зрителям, что наш сегодняшний гость – чуть ли не единственный представитель эстрадного мира, который пришел один. Всегда, когда приходит эстрадная звезда, за ним идет толпа неясных мне людей, огромное количество, что-то все по-мобильному, и ощущение, что у вас должна быть свита. Нет, но это какое-то все-таки гротескное представление. Сатирическое, я бы даже сказал. Вы собираете КДС. Ну, и да, я один из артистов, который поет песни Игоря Николаева, скажем так. Вы знаете, я хочу начать вот с этой вещи. Вот этот вот шарик. Детство, детство, детство – это свет и радость. Детство, песни – это дружба и мечты. Я на Красной площади. Сколько вам здесь лет? Ну, я не знаю, Андрей. Судите сами. Я думаю, что, может, лет пять, да? Скажите, в какой момент вот этот мальчик стал мечтать о Москве? Когда? Нет, ну, в этом-то возрасте он явно о ней не мечтал. Мама привезла на каникулы сына. А когда вы поняли, что вы хотите завоевать Москву? Ну, завоевать никогда не хотел. Я просто хотел здесь быть, находиться и делать что-то. И потом, смотрите, когда даже я приехал в Москву, в то же самое училище, ведь оказалось, что картины Репина не ждали. Потому что здесь оказалось, что мне нужно поступать на общих основаниях и сдавать экзамены. И я понял, что у меня шансов нет никаких. Почему? Ну, потому что уровень знаний, которые у меня были, абсолютно не соответствовал. И как? Случай номер два. Попался такой билет мне. Случайно. На экзамене по музолитературе, который принимала впоследствии наш классный руководитель, Екатерина Михайловна Царева, дочь великого Михаила Царева. Она же составитель учебника по музолитературе, по которой вся страна училась. Умнейшая, остроумнейшая, великолепная, блестящая женщина. И я такой тяну билет, достался мне Шуберт. И я начал со слов Шуберт, великий австрийский поэт. Она, ну, вы откуда к нам приехали? С Сахалина? Понятно. И дальше... А вы говорили просто? И я, как ничем не бывало, я говорю, хотя почему-то его ошибочно считают композитором. Хотя сам себя он считал поэтом. И его циклы, там, песенные, там, не знаю, там, прекрасная мельничиха и так далее. Это просто для друзей он сочинял. А, в общем-то, он писал стихи, у нее выходили книжки. А вы откуда знали? Этот вопрос я прочел в глазах Екатерины Михайловны. Значит, она говорит, ну, хорошо, послушай. Может, вы мне что-то прочитаете еще из Шуберта? Я читаю «Восьмистейшая Шуберта» в переводе Бориса Пастернака. Она говорит, хорошо, значит, подождите за дверью, сейчас экзамен закончится. После чего она выходит в коридор и говорит, ну, хорошо, вы приняты и будете учиться на моем курсе. Но только скажите теперь мне, где вы об этом узнали? Я говорю, вы знаете, лететь с Сахалина очень долго. И я купил журнал «Кругозор». С такой дырочкой посередине. Да, там мне пастинки были. Да, да. И прочел статью о том, что Шуберт сам себя считал поэтом. И такое «Восьмистейшая» там было. Я запомнил. Делать было нечего, я запомнил. Просто любой другой вопрос, если бы я достал, я бы ничего вам, видимо, не сказал бы. Я хочу показать вот эту потрясающую вещь. Это книжка вашего отца. Понял он, что все же Родина дороже, Человек влюбленный в Сахалин. Понял он, что все же Родина дороже, Человек влюбленный в Сахалин. Да, это сахалинское издание, прижизненное моего папы, которое он использовал в своих творческих вечерах. В 70-й год. Вы верите в мистику? Да, знаете, нет, наверное. Все-таки я думаю, что вера в Бога и вера в мистику – это несовосновимое дело. Давайте просто подключим вашего отца к нашей беседе, если вы не возражаете. Давайте. Вы назовете страницу-строчку, я ее прочту, и из нее родится вопрос. А, нет, вот в эту область мистики я говорю, но это уже скорее гадание. Ну, такое гадание, да. Почему нету по книжке отца нашего сегодняшнего героя? Говорите страницу-строчку. Ой-ой-ой, ну давайте, не знаю, 17-я страница, предположим. Ну, давайте, не знаю, девятую какую-нибудь. Стихотворение, которое вы открыли, называется «Открыватели миров». «Открыватели миров» – это, по сути, девиз нашей программы. Вот мы сейчас будем открывать ваш мир, поэтому ваш папа совершенно точно. Теперь девятая строчка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И тот же риск, и та же смелость. Ну, вот есть мистика или нет? Скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы из города Южно-Сахалинска приехать в город Москву и стать тем, кем вы стали, кроме таланта, нужна еще смелость и умение рисковать? Или таланта достаточно? Ну, наверное, он должен предполагаться и где-то рано или поздно проявиться, но все-таки стечение обстоятельств решает все, мне кажется. А не смелость? Ну, смелость – это шаг навстречу этим обстоятельствам, понимаете? Вот мой пример очень прост. Это явная цепочка обстоятельств, потому что, начиная с первой части этой истории, когда на Сахалин приехала группа московских композиторов, а мне тогда, наверное, было лет 14, 14. И среди них были очень известные такие, как Ян Фрэнкель, и меньше известные людям, но тоже поститые московские композиторы, такие, как Игорь Васильевич Якушенко. И я не знал, собственно, как подойти. Ян Фрэнкель – это вообще… 14 лет. Когда он садился за рояль и пел «Мне кажется порою, что солдаты», мне казалось, что все. Эти люди живут в другом измерении, мне никогда там не оказаться. А Игорь Васильевич, он человек, скорее, такой классической музыки. Кстати, замечательный композитор. Великолепный. Джазовый композитор. Джазовый тоже, но у него есть и концерты для фортепиано с оркестром, и театральные произведения, и так далее. Кстати, фильм «Добро пожаловать, посторонний вход воспрещен» – тоже его музыка. Фильм, который видели огромное количество людей. Да, да, да. Одним словом, я пошел в книжный магазин города Южно-Сахалинска, нашел ноты Игоря Якушенко, купил эти ноты, пришел в гримерку, и взял автограф. Он у меня долго и обстоятельно писал. И очень красиво написал. Много слов. Дескать, давай, там, все, что-то такое. Я принес ему нотки, написанные карандашом в нотной тетради. Это какая-то была полифоническая вещь. Что-то такое вроде баса-остената. Это 14-летний сахалинский мальчик писал такую музыку? Ну, я же учился на теоретическом отделении композиторском. И я просто дал ему нотки, он их взял. И тут первое чудо произошло. Я получаю из Москвы письмо от Игоря Якушенко. А в этом письме, в этом конверте находятся целых два чуда. Первое – это ноты моей пьесы с его развитием, как бы он видел полифоническое развитие этого сочинения. Я задаю себе вопрос. Мне сейчас пришлет какой-нибудь мальчик… Это вопрос, который я хотел вам задать. …какой-нибудь мальчик из Мурманска или Североморска, или там, какого-то города, пьеску. Нотки какие-то, каракули. Во-первых, вопрос – стану ли я это смотреть, стану ли я это играть, и стану ли я писать продолжение этой пьесы, чтобы послать этому мальчику в конверте обратно. Какой ответ? Ответ грустный. Не стану. Ответ грустный – не знаю. Я оставляю за собой право сказать «я не знаю». Но он это сделал. И второе, что он еще сделал, он эти ноты понес в Московскую консерваторию, к профессору Баласаняну, который тогда был завкафедрой Московской консерватории. Это человек, к которому вы зашли за автографом? Да. То есть не ваш друг, не дядя, не бы. Нет, нет, нет. Это его самостоятельное движение в Москве. И этот профессор Баласанян посмотрел пьесу и сказал, ну, этому мальчику нужно в Москве учиться. И они послали запрос в Сахалинское музыкальное училище с тем, чтобы меня перевели в училище при Московской консерватории, в Мерзляковку. И я оказался таким образом в Москве. Вот это та самая история, с которой мы начали про Игоря Якушенко. Ну, по сути, та же самая история. Ну, почти. Для меня это тоже большая Андрей загадка. Вы пришли, она вас дала. Да. Берем вот эту вещь. Берем. Эту вещь, которую принесли. Туман над озером ночною порой И в телефонной трубке в голос родной Четыре спиши я в букете цветок И взгляд, который выразительный слон Для Игоря Николаева от Юлии Проскуряковой Сцена для меня – это мое сердце, моя душа. Пожалуйста, помогите. И телефоны. Это любительская запись, непрофессиональная песня. Вот это та самая история, с которой мы начали про Игоря Якушенко. Ну, по сути, та же самая история. Ну, почти. Ну, да. Вам какая-то девушка, вы же не знали, что вы ее потом полюбите. Нет. Вам какая-то девушка передает... Почему вы стали это слушать для начала? Для меня это тоже большая, Андрей, загадка. Если мы перечисляем странные, непонятные ситуации в моей жизни, то это одна из них. Поскольку таких пластинок у меня полный офис. И в каждом городе на гастролях мне их дают в большом количестве люди. Юноши, девушки, ансамбли. Ну, огромное количество артистов мне дают свои демо. И почему вдруг вы берете это вот тут вот с телефонами со всякими? Почему? Непонятно? Нет. Ну, во-первых, я ее увидел. Дело в том, что она ко мне пришла на концерт в Екатеринбурге. И отсидела на концерте. Пришла с подружкой. После этого каким-то образом прошла со стороны служебного входа. Когда я выходил, она там сказала, Игорь Ильич, можно я спою? Я говорю, прямо здесь споешь? Она говорит, давайте я прямо здесь спою. И она мне спела в коридоре. Прямо в коридоре. Еще очень важно, как это происходит. Лестничный пролет, четыре этажа, да? И акустика. Естественная ревербрация. Даже мы с вами здесь сидим. Вы чувствуете, что мы под куполом сидим. И звук резонирует от купола. Он немножко странный. Мы себя странно слышим. И точно так же происходит, когда вы не ожидаете, откуда, почему голос звучит именно так. Вот. Спел несколько фраз. И все. Это была любовь с первого взгляда? Это было какое-то внезапное заполнение. Вот. Чего-то здесь. Вот какого-то. Сразу сходу. Сразу что-то. Это не сразу случилось. Я потом уехала в Москву. Потом она приезжала в Москву. И так далее. Это заняло достаточно много времени. Знаете, я ее видел по телевизору. Несколько ее бесед. Она оставляет впечатление очень хорошего человека. Когда она говорила в одной из программ, что она не хочет быть певицей, а хочет рожать детей, и вообще вас... Какая-то она очень хорошая. Но это же эмоция. Да. Вы значительно ее... Все-таки понятно, что вы ее старше. Вас предавали в жизни. Что такое есть в этом человеке, что вы ей поверили? Вы же ей поверили, раз вы с ней. Что такое в ней есть, что вы смогли поверить? Я считаю, что она уникальная. Девушка таких нет. Она единственная для меня. Это человек, которому я могу полностью доверять. Вот почему? Ну как это может быть? Ведь есть же... Я вас спрашиваю сейчас, извините, как мы ровесники с вами практически, как мужчина-мужчина. Ну ведь есть же наросты. Ну есть же, да? Ты вот тебя раз предали, два предали. Потом же очень трудно поверить. Конечно. Как это можно тогда? Или это невозможно объяснить? Поэтому у меня ничего и долгих годов не происходило. Не знаю, это необъяснимо. Это божий промысел, чудо такое. Просто чудо. И потом, вот вы сказали об этом. Это ваше впечатление. Ну, Алла Борисовна к ней очень хорошо относится. Она просто такая неожиданно по-родному. Как-то она так ее восприняла. И все, она ее прям приняла. Что для меня тоже очень большой показатель. Как эта девушка общалась с Пугачевой? Настолько естественно. Понимаете, в том-то все и дело. И поэтому, мне кажется, Алла Борисовне с ней легко. И ей с ней легко. Потому что вот легко просто. Понимаете? Необъяснимо. Но факт. Можно говорить о том, что вы сейчас счастливы? Можно. Скажите, среди тех вещей, которые вы принесли, вы не принесли ничего, что было бы связано с Наташей Королевой. Я даже попросил нашего редактора спросить у вас. Не возражайте, чтобы я вас про это спрашивал. Почему вы ничего не принесли? Это какой-то принцип? Или это просто вы не хотите об этом говорить вообще? Да почему? У меня просто ничего нет. У меня... Что я могу принести? Фотографии. И я ничего не принес, связанного с Ириной Аллегровой тоже. Хотя для нее написал много песен. Ну, Наташа Королева всегда была вашей женой. Неловко вам об этом напоминать. Да. Так что мне принести свидетельство о разводе можно было бы... У меня по поводу Наташи Королевой есть единственный к вам вопрос. Потому что это вся история, которая очень сильно обсуждалась. Возникло у меня ощущение, чтобы вы его развеяли или не развеяли, что это история про девушку, которая, по сути, вас использовала. То есть она использовала ваш талант, ваш все, чтобы стать знаменитым человеком. И поэтому вас предала. Поэтому вы развелись. Это неправильный подход? Ну, я не буду комментировать это. Хорошо. Скажите, пожалуйста, когда вот вы начали приходить на эстраду, были сначала там... Никто не знал, что вы композитор. Стало понятно, что вы композитор. Вы стали предлагать свои песни. Это было тяжело пробиться или нет? Или все само предложено? Я не стал никому предлагать свои песни. Потому что для начала я, окончив музыкальное училище, начал работать в областной филармонии. Мне дали коллективчик. Я там стал музыкальным руководителем. Коллектив назывался «Мы дарим вам песню». Мы ездили тут по Подмосковью. Зарабатывали деньги. И в один из дней я просто оказался в Останкино на съемках. Совершенно случайно в буфете познакомился с Аллой Пугачевой. Вернее, как она пила кофе. Вот секунду. Как? Алла Пугачева – это человек, который был всегда звездой? Это была недосягаемая мега-звезда. Ну, она кофе пила со своей подружкой. А вы подошли, сказали «Здрасте». Я подошел, сказал «Здрасте, вот я слышал, что вы коллектив набираете новый». Хотя я об этом не слышал. Просто так сказала. Она говорит, ну да, набираю, думаю над этим. А ты что? Я говорю, я клавишник, я сочиняю музыку, играю на фортепиано, на клавишных инструментах. А дружок у меня, говорю, играет на скрипке. Она говорит, ну приходи. У меня завтра два концерта в ДК МАИ. И между концертами послушаем. Мне было 19 лет тогда. Вы пришли, она вас взяла. Да. Пугачева с тех пор сильно изменилась? Для меня нет. Для меня она родной человек. Очень родной. Если мне сейчас 51 год, а мы познакомились 19, когда мне было 19, значит, я с ней знаком 32 года, большую часть моей жизни. И мы можем не звонить друг другу, не видеться ежедневно. Это вообще не обязательно. А когда нужно, мы вместе всегда. То есть может такое быть, что всенародная слава невероятная, которая еще Пугачева не меняет человека? Так бывает? Вот для меня 19-летнего тогда и для меня сейчас на шестом десятке моей жизни абсолютно нет. Вы завидуете этим людям, которые вдруг возникают? Или вообще как на них смотрите? На вновь возникающих звезд? Вы в Швеции известный композитор? Вы знаете, что он самый популярный композитор, песенник 20 века в мире. Популярнее Битлз. Я очень далек от эстрадного мира, но подсконечно говорят, что Алла Пугачева, по сути, это такой главнокомандующий эстрады. Если кто-то с ней, не дай бог, поругался, то все. Она может перекрыть все ходы-выходы. Это действительно она обладает такими невероятными возможностями? Я абсолютно с этим не согласен. Зачем мне какие-то входы-выходы перекрывать? Я не знаю, я спрашиваю, что я не в курсе. Нет. Она просто очень добрая. Она держит в руках всю эту эстрадную вашу тусовку? Если она такое производит впечатление, то это хорошо. А скажите, пожалуйста, вот эстрада требует от человека, чтобы он выглядел глупее, чем есть на самом деле. Вот мне недавно я узнал, что Пугачёва, у человека, который хорошо знает Пугачёва, что она книжник, что она читает огромное количество книг. Вот про вас я узнал, но я это уже знал, что у вас классическое музыкальное образование. Я общался там, не знаю, с Валерией. Она замечательная, умная, интересная человек. Как только человек выходит на эстраду, он начинает выглядеть глупее, чем он есть. Это так надо? Это такой принцип? Почему так происходит? Ну, почему? Я не знаю, почему глупее. И есть разные песни, разного содержания. Но вас же не видят серьёзного композитора? Хотя вы серьёзный композитор. Вы человек, который, мы сейчас посмотрим, там оба пели ваши песни. Вы же такой серьёзный композитор. А вас видят такую просто эстрадную звезду. Это же неправильно. Я очень просто скажу так. Вот просто с чего я начался как артист, и почему я пою те песни, которые я пою. И, к счастью, их есть кому слушать, и есть кому приходить ко мне на концерты. Чем уже очень много лет. Да. Просто когда мои первые песни пела вся страна уже, айсберг, расскажите птице, паромщик, на ельку до второго еду, в Комарова. То есть это были мега-хиты. Но на мне это никак не отражалось, как бы, ни на узнаваемости, ни на кассе в авторском обществе. Потому что страна тогда начала немножко распадаться, разлагаться, а вместе с ней и собираемость денег тоже. И вообще, вау закончился, началось рау, но вы помните эти смутные времена. Это всероссийское агентство по охране авторских прав. Да. Ну, да. И... То есть неважно. Одним словом, мы продолжали ездить на гастроли. Мы это... Я и мой друг Паша Жагун, он играл у Аллы Борисовны на флюгель-горне, на трубе. Я играл на клавишах. И пел. И мы подумали, окей, понятно, что Алла Пугачева самим фактом своего исполнения делает песню сразу большой, популярной. А если споет никому неизвестный человек, например, я, то какая должна быть песня, чтобы она сразу пришла в народ и там осталась, осела? Она должна быть почти частушкой, почти народной. И мы такую песню придумали специально. Пашка написал слова. И я придумал мотивчик. И получилось вот старая мельница крутится, вертится, бьется об камни вода. Вы там планировали шлякер? Планировали народную песню, что как будто бы она всегда была в народе. Там, где тихо плещит речка, где оранжевый закат. Ну-ка. Вот. И причем это моя история о том, что человек уехал, потом он возвратился, а мельница по-прежнему крутится. Вертится, да? И все. Эта песня была в воскресенье на утренней почте. В понедельник. Мы стали знаменитой. И в понедельник песня стала знаменитой. А вместе с ней и я. Потому что все сложилось. Усы, волосы, песня про мельницу, пазл сложился. Вы даже сколько лет, даже трудно считать, сколько лет вы очень популярный певец. Певец, композитор, поэт. Очень много лет. Периодически возникают какие-то молодые люди, тот же Дима Билан, для примера, которые вдруг становятся очень знаменитыми, потом, как правило, сходят, дай бог здоровья, Дима Билана. Вы завидуете этим людям, которые вдруг возникают? Или вообще как на них смотрите? На вновь возникающих звезд? Хороший, прекрасный вопрос. Он нормальный. И у меня есть заготовленный заранее ответ на ваш вопрос, Андрей. Это притча про волну и камень. Давид Самойлов об этом писал. А о том, как Давид Самойлов написал про волну и камень, написал Евгений Александрович Евтушенко. Он писал «И читаю я волну и камень, там, где мудрость выше поколения, и в себе я ощущаю пламень, позабытый, пламень поклонения, и себя я чувствую так странно, и себя я чувствую так чисто. Мне стихи писать, пожалуй, рано, но пора стихи писать учиться». Вот. Так что же это за притча? Я даже помню, когда мы об этом говорили. Мы ехали много-много лет назад на автобусе с подмосковного концерта вместе с Аллой Пугачевой. Она сидела на переднем сидении. Коллективчик сидел так, по рядам автобуса. Почему она ехала в автобусе, почему мы все ехали в автобусе, так я и не помню. сейчас этой причины. Но мы говорили о том, что вот появился, по-моему, «Ласковый май», что ли, появился. Вот они собирают стадионы, там, это все. И я вспомнил эту притчу. Что такое камень? это какая-то не очень себе симпатичная, невзрачная серая глыба, да, которая лежит на берегу. Волна ее накрывает, потом волна уходит, потом камень остается, потом приходит еще красивая, голубая, пенистая волна. И когда она накрывает этот камень, его же нет, просто. Волна, красота. нет волны. Камень остается. Вы камень. Хотелось бы им быть. А что испытывает камень в тот момент, когда его накрывает красивая серебряная волна? Вот именно, когда она его накрывает. Представьте, это, по-моему, даже эротично, когда тебе накрывает красивая молодая волна. То есть он испытывает что-то хорошее? Ну, да, это некая цикличность. Это нормально. Но я не знаю, я вижу очень много людей, которые остались и превратились в камни из волн. А некоторые не превратились. Но мне приятнее находиться вот в ряду тех людей, с которыми я много лет иду по жизни, которые меняются, взрослеют, стареют. Мы стареем, взрослеем параллельно. А вы боитесь старости? Ну, я думаю, так же, как и вы. Мы проводим, я думаю, с вами какое-то время в размышлениях по этому поводу, во внутренних. Поскольку... Боитесь или не боитесь? Нет, не боюсь. Невозможно бояться неизбежно. Все равно, что смерти боятся. Есть масса людей, которые боятся смерти. Обязаны бояться. Страх смерти это побудительная сила вообще веры. Вот это что такое? Вот висит такая красивая вещь. Это висит вещь, я считаю, что это произведение искусства, созданное моим другом Валентином Юдашкиным для песни «Бедный Моцарт». Но по костюму нельзя сказать, что он был сильно бедный. Но в песне речь не идет о финансовой какой-то бедности, о бедности, то есть ситуации этого любовного треугольника, в котором он оказался, любя сестру своей жены Констанции и всю жизнь проведя вот в этом в неспособности выразить свою любовь и вынужден жить с женой вместо того, чтобы с любимой женщиной. Но это может быть это легенда, красивая. А вот на этой пластинке, это шведская пластинка в Стокгольме вышла. Это первый костюм, сшитый Валентином Юдашкиным здесь. Когда я поехал сниматься на лестницу якобы в Стокгольм, сразу после чернобыльской аварии, и вот эта песня Чернобыл Гай, она была очень большой Швецией, крутили практически каждый день. Вы в Швеции известный композитор? В свое время был, вот в этот период. А вот эта пластинка вообще «Аквариус 1999» это песня, это дуэт с Лиз Нильсон. Лиз Нильсон тогда была певицей номер один в Швеции, и вот этот дуэт, он просто был номер один несколько месяцев в чартах, и эта пластинка была золотой. Для вас важнее, что вы автор, чем то, что вы певец? намного важнее. Тут еще ваша фотография, где каждый человек узнает царистов группы Абба. Вот тоже человек гениальнейший. Вы знаете, что он самый популярный композитор, вот песенник 20 века в мире. Популярнее Битлз, популярнее Битлз, и считаю, что мелодичный, ну, Пол Маккартни, да, безусловно, и Бенни Андерсон. Мелодист исключительнейший. Но он тоже не поп-артист, хотя он собирал самые большие площадки мира, группа Абба собирала, но у него есть тоже тот самый панцирь, как и у меня. Если что, он автор. Понимаете? Вот эти люди отличаются от наших людей? Вы видите наших звезд, и вы знакомы с массой их звезд. мы интегрируемся. Я считаю, что сейчас вот, например, мой друг Игорь Крутой, он вполне мировая звезда и вполне западная звезда, но при этом вот он, мне кажется, так же прост для меня, во всяком случае, как и Бенни. У Бенни я жил просто несколько месяцев, когда мы писали Кантату. Вы знаете, вот Бенни Андерсон, он же, помимо того, что он странный, мягко говоря, поскольку он единственный из Абы является гражданином Швеции, а следовательно платит за предельные налоги, вот, там чуть ли не 90%, хотя он вполне мог бы стать гражданином Багамов и платить там 13% или 33%, да, платит 90%, зато он гражданин Швеции, вот такой он. У него есть кафе маленькое в старом Стокгольме, где он сам, ну, столика, может, на 3-4 кафе, сосиски, там ничего особенного нет, пиво, он владелец, и он там играет сам, приходит на аккордеончике иногда. Зачем? Ему нравится, ему нравится, ему кайф. Самый популярный композитор 20 века. Переходит в кафе на 3 столика, играет на аккордеоне, поет по-шведски. Вот, такие какие-то почти народные песни, но своего сочинения. Я не поверил, он говорит, ну, пойдем, сегодня я хочу там поиграть. Я вот сижу, ем сосиски, пью пиво, он в углу сидит, играет на аккордеоне, и еще какую-то парочка сидит, слушает. Все. И он кайфует. Вот он, вот в нем полностью национальный шведский дух интегрирован в него на 100%, даже на 200%. И я говорю, послушай, надо сделать такую пластинку, запиши, и представишь, как это будет классно. Он говорит, да ты что, кому это надо, я аккордеоне по-шведски. Я говорю, это будет мегабомба. А он записал. И что? Мегабомба стала в Швеции. То есть, каждый швед имеет эту пластинку. Каким образом? Таким же точно как вот на этой фотографии еще и с Томми Шорберг, великий оперный певец шведский. Я с ним сделал пластинку рождественскую. Пластинку, которую выпустили под Рождество, и которая была продана баснословным тиражом. Почему? Шведы поздравляют своих работников с Рождеством. Например, мужчинам дарит, ну, руководитель предприятия, да, или фирмы, или заводы, там, галстук и эту пластинку рождественскую. А женщине, там, парфюм и эту пластинку. А скажите, а почему вы, среди ваших личных вещей, которые вы сами собирали, вы не принесли ни одну вашу награду, которых у вас, я думаю, должно быть выше крыши? Ну, потому что личная вещь, это, на мой взгляд, что-то такое, то, что касается лично моей жизни, а не то, что извне пришло в мою жизнь, награда или что-то еще. А взятки предлагают? Ты уже... Нет. Почему? Не знаю. Как-то даже обидно. Сам факт того, что я, а, просто так буду с ней держать ее за ручку и говорить здравствуйте, а мало того, что еще и песню для нее написать, так чтобы она еще и спела, это совершенно казалось невозможно, но это случилось. Он так сел вместе с ней, и они боялись пошевелиться с диванчика сойти. Вот личная вещь, касающаяся вашей жизни, вот это вот всем известный человек, Ир Карден, а вот это вот приглашение на обед. Ты даже не знаешь, как ты прекрасна, как ты прекрасна, как ты прекрасна, и даже быть рядом с тобой опасна. Я понял, что здесь, вот здесь, значит, приглашение на обед, это меню, а здесь какое-то авто. Что ты написал? Ну, он написал «Дорогой Игорь, спасибо за прекрасный вечер и потрясен вашей музыкой». Просто я тогда играл впервые мелодию, я как раз работал над этим фильмом, когда я был у него в гостях в Париже, работал над фильмом, и эта музыка была еще в клавире, то есть ее еще не было записано. А потом он уже послушал в исполнении Белградского симфонического оркестра и Лос-Анджелесского симфонического оркестра, поскольку у меня в картине играло два оркестра. А вы классическую музыку так и называем сейчас не пишете? Когда в этом возникает творческая необходимость. Вот я, например, писал много симфонической музыки, 21 номер для голливудского фильма «Save it in Russian», который, кстати, получил 11 наград на международных кинофестивалях, несколько гран-при, и я получил на одном из кинофестивалей в Америке приз за лучшую киномузыку, и для меня это очень важно. Когда вы говорите о том, что вам американцы дали премию за лучшую музыку, ни у кого не вызывает, я уверен, вопросов, честно или нечестно. Понятно, что честно. Да. А когда мы говорим про наши музыкальные конкурсы, про Юрмалу, про Евровидение, которое почему-то тоже мне уже кажется нашим конкурсом, хотя он такой, все время говорят про то, что все нечестно, что на самом деле, чтобы убедить конкурсы нужно заплатить денег кому-нибудь, и все будет в порядке. Это тоже слухи? Я не знаю. Мне кажется, что это такие же слухи, как про фигурное катание, что баллы... То есть там, где невозможно измерить точно, понимаете, вот если вы прыгнули в длину, вот человек подошел с линейкой, померил, но явно вы прыгнули дальше, чем вот этот человек. Ему серебряную медаль, а вам золотую. То здесь все относительно. Фигурное катание, эти баллы, человеческий фактор. Понимаете, я вот много лет сижу в жюри конкурса «Новая волна». Там все по-честному? Абсолютно. Я могу поклясться, А к вам подходит кто-нибудь и говорит, Игорь Юрьевич, ну вот дайте ей побольше. Подходят люди? Просят два за кого-нибудь? Подшептывает ли кто-то там, обратите внимание на эту девочку и мальчика? Ну, ты обращаешь. Эффект противоположный. То есть... А взятки предлагают? Ты уже... Нет. Нет. Почему? Не знаю. Как-то даже обидно. То есть, вот как вот есть, так есть. А вы ставите баллы, так все, и никто не давит, ничего такого не происходит? Нет. Честно. А потом, смотрите, сидит огромный стол. Я не вижу, что человек поставил на том конце стола, какую оценку. И с этой стороны. Я не знаю. Сидит со мной вот с левой стороны Леня Агутин, там справа Лайма Вайкули. Здесь Игорь Крутой. Здесь вот в прошлом году Юра Антонов сидел. Еще одна вещь. Что это такое? Это автограф Синди Лаупер, вернее, такое письмецо от нее. Это американский журнал Details, в котором огромная статья тоже с подписью Синди. Мы с ней работали, делали песню совместную. На тот момент, когда она приехала в Россию, когда мы с ней познакомились, она была самой популярной певицей Америки. Популярнее, чем Мадонна. Вот, пожалуй, были Синди Лаупер и Мадонна. Это две большие самые певицы Америки. И сам факт того, что я просто так буду с ней держать ее за ручку и говорить здравствуйте. А мало того, что еще и песню для нее написать, так чтобы она еще и спела, это совершенно оказалось невозможно. Но это случилось. А эта фотография появилась при таких обстоятельствах. Когда Синди была в Москве, она написала Игорь, мы сделали классную тусовку. Да? По-русски она спросила. И здесь тоже Today Big E. Она почему-то называла меня Big E. Не знаю почему. Он такой никнейм, теперь меня вот в Америке так почему-то называют Big E. Big E. Thanks, it was great writing with you. Это было спасибо, это было здорово сочинять песни с тобой. Она написала. Так вот, мы просто оказались в Москве, когда у дочки у моей был день рождения. Вот она подписала 88-й год, значит, а Юлька у меня 78-го, значит, 10 лет ей было. Мы жили на улице Цурюпы тогда. Вместе с Эриной Алегровой у нас соседка была. Игорь Крутой жил неподалеку. В общем, такая пятиэтажка или девятиэтажка такая была страшненькая. И вот она впервые едет в дом, как ей сказали, к очень крутому русскому композитору, хитмейкеру. Но она представляет себе сразу там Беверри Хиллс и так далее, Белэйр. И вот такие едет ко мне в гости в особняк какой-то. Она так построилась. Хотя она машина у меня тогда была третья модель Жигулей, и она уже почувствовала неладное что-то. Но когда она зашла в этот подъезд приятнейший, с чудо-запахами, с надписями, с зеленой краской, масляной на стенах, с лифтом, в который можно полтора человека засунуться, а самая главная квартирка этой, она так села рядом еще приехал Рэй, наш приятель, он кинокомпозитор, писал музыку «Корэте Кит», «Ксталлоне», фильмам всем. Такой очень большой тоже американский композитор. Он так сел вместе с ней, и они боялись пошевелиться, с диванчика сойти. Просто боялись. А чем вы их кормили? У чем-то кормили? Ну, что-то, я не знаю, салат оливье, водоньку им поставили водку, они не пили первые пять дней в России, потом все-таки начали пить в конце. И она так посидела минут 20, подарила Юльке свою пластинку моей дочке, такую же точно фотографию только для Юльки. Она, ну, мы поехали. Очень было трогательно, она бочком-бочком из этой квартирки опять в лифте. Она говорит, конечно, это была незабываемая история, но тогда мы только начинали, страна вот начиналась превращаться в другую. Если бы это произошло сегодня, я бы пригласил ее в другой дом. У нас уже закончилось время, но я просто хочу показать эту книжку, просто чтобы вспомнить замечательного человека. Может, поэтому и к вам так они тоже относятся, что вы их очень любите? Это семья, которая меня кормила, поила. Буквально? В буквальном смысле слова. У нас уже закончилось время, но я просто хочу показать эту книжку, просто чтобы вспомнить замечательного человека Михаила Саича Танича, который написал вам Игорьку как родному сынку папе 80. На недельку до второго Я уеду Комарова Действительно, может, не есть, но редкий человек в эстрадном мире, перед которым все благоговили всегда. Когда он умер, понятно, даже когда он был жив. Он какой-то гуру ваш, я так понимаю. Не ваш, а вообще эстрадный. Он пишет Игорьку как родному сынку, а я его воспринимал тоже как родного папу. Потому что папа у меня ушел в 81-м году, когда мне было 21 год. И, в общем, это семья, которая меня кормила, поила. Буквально? В буквальном смысле слова. Когда я был студентом, я приезжал к ним. И всегда хлебосольный стол, всегда картошечка, котлеточки, водонька на столе. Всегда дядя Миша читал стихи. А для того, чтобы не просто давать мне деньги, да, ну, я же не возьму, просто деньги так. Значит, я давал уроки его дочке, Светланочке, фортепиано, джазового. Он говорит, урок 45 минут. Окей. Но он не мог, потому что поляна была накрыта уже, Лидия Николаевна накрыла на стол, и вот он ходит за дверью. Свет, ну, по-моему, ты уже все отлично играешь. Он за двери. Прошло минут 15 или 20. Папа, ну, я же только начала, мы занимаемся. Хорошо. Еще пять минут открывает дверь. Ну, все, ребят, вы уже, все, молодцы. Игорь, выходи, пойдем, мне компания нужна. Мы идем на кухню, выпиваем по стол водочки, съедаем котлетку. Он читает стихи. Ну, огромная жизнь у меня связана с ним, с ним, с его семьей, с его супругой, с которой я написал песню «Айсберг» на стихи его супруги. А на его стихи я написал песню на недельку до второго. Но дело не в этих песнях, дело в нем самом и в его бесконечной, но при этом и мудрости, и сарказме, и юморе. Но вот на меня почему-то вот какие-то вот такие злые, жесткие качества никак не распространялись. Я уверен, что у него их и не было, потому что для меня он был всегда совершенно открытым, добрым человеком. Вы за все время нашего разговора, за час, ни об одном человеке не сказали не то, что плохо, а не восторжило. Может, поэтому и к вам так они тоже относятся, что вы их всех, вы их очень любите? Я иначе не принес бы эти вещи, потому что это дорогие мне вещи, которые говорят о моих любимых людях. Нам осталось, мне осталась такой приятная миссия. Когда люди соглашаются прийти к нам в передачу, мы всех очень благодарим за это, мы дарим им такой подарок, который для нас символизирует этого человека. Мы им хотим дать музыкальную шкатулку. Мы скажем, что такая коробочка, внутри которой живет музыка? Да. Вас нельзя назвать коробочкой, конечно, вы человек, но вы человек, внутри которого живет музыка. Потому что мне кажется, что стихи это же тоже музыка, только написанная словами. Вот это значит ваш... Можете хранить в ней что хотите. Ну вот, у меня на одну личную вещь я вам сказать, дорогие зрители. Говоря с нашим сегодняшним гостем, еще раз убедился в том, что если человек очень знаменит, он должен быть добрым и он должен быть умным. Мне так кажется, может мне так хочется, чтобы так было, но так на самом деле очень часто бывает. Мне остается сказать, что в нашей программе сегодня участвовал на мой взгляд замечательный совершенно композитор Игорь Николаев. Если песни человека поют на протяжении многих лет, то это серьезный композитор, хотя вы занимаетесь легким жанром. Это не может быть несерьезно. Если люди много лет выпив, как вы называете водку? Водоньку. Выпив водоньку поет в вашей песне, это не может быть случайностью. Спасибо вам большое вообще за это и за то, что вы к нам пришли. Программа «Личные вещи». Я, Андрей Максимов, прощаюсь с вами на неделе. Всего доброго. До свидания. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я переживаю, что я что-то половину не рассказал. Режиссер, скажите какие-нибудь слова, вдохновляющие нас на подвиги. ХОРОДИСМЕНТЫ Я купил на честно заработанные деньги диск крутого, без слов. Просто хорошая музыка. Правда? Хорошая музыка. Конечно. Так она играется во всем мире. Вы думаете, только во всем мире? Спа-салоны, самолеты, книжные магазины. Хорошая такая. Я так ее слушаю. Хорошая она. Давай сюда. Как раз там столик. А у вас нет ощущения, что Бог про нас забыл? Ну, оно время не посещает людей, человека. Даже у нас ведь есть такой страшный тем, богоставленность. Я думаю, на некоторое время, да. Но сейчас, думаю, не хочется мне во всяком случае верить, что вспомню. Субтитры создавал DimaTorzok